Турция это не только популярный курорт, куда приезжают погреться на солнышке и отъесться свежими овощами и фруктами, а еще и древняя страна с богатой и интересной историей. Сегодня мы собрали очередную порцию любопытных фактов о Турции, которые тебе точно неизвестны. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! А ты знаешь, что сейчас Турция это единственная страна с преобладающей мусульманской религией, где институт религии отделен от института власти на законодательном уровне. Именно поэтому мусульманской страной ее уже не назвать. Данный закон обеспечивает свободу религиозного исповедания всем, находящимся в Турции. Фамилии у турков появились только в 1934 году. До этого они обходились одними лишь именами, и до сих пор роспись у многих складывается из имени, а не из фамилии. Как у Саважа. Здороваясь с друзьями, турки обнимаются и дотрагиваются друг до друга щеками или висками. Любишь кошек так же, как и мы? Тебе в Турции понравится. Их тут огромное количество, и у каждой турецкой семьи по кошке, а то и по две. В Турции все кошатники. Турецким молодоженам в качестве подарков преподносят либо деньги, либо золото. Остальные подарки просто не котируются. Турция занимает второе место в мире по потреблению хлеба. Хотя власти Турции все время стараются что-то с этим делать, чтобы заставить население не есть хлеб в таком количестве. Они все равно берут и едят. Турция – страна зелени и цветов. На ее территории произрастает около 9 тысяч различных видов цветов, треть из которых в других странах вообще не встречается. Но не все эти цветы безобидны. В турецких домах нет центрального отопления. Топи газом. Слово «дурак» в переводе с турецкого означает «остановка общественного транспорта». Как известно из истории, в Турции вплоть до 21 века была распространена кровная месть. Сейчас же за обиды все больше принято платить деньгами. Но в некоторых отдаленных регионах Турции, которые населены курдами, до сих пор мужчины прибегают к этому устаревшему способу мести. Хотя все же постепенно и к ним приходит цивилизация. Апельсины, выращенные в окрестностях турецкого города Финнике, считаются самыми вкусными в мире. Средиземное море в Турции называют белым. И это совершенно не то белое море, которое омывает североевропейскую часть России. А белым его называют, потому что в Турции у каждой части света имеются свои цвета. И вот белое лежит там. Где-то. Не помню где. В Турции много подделок разных товаров. Пожалуй, это известный факт. А все потому, что если подделка имеет хотя бы 4 отличия от оригинала, то по закону турецкому подделка это уже не считается. Вот так. В некоторых уголках Турции снег нисходит по полгода. Да-да, не удивляйтесь! Например, на горе Тахталы. Это самая высокая гора на Анатолийском побережье. Именно там находятся горнолыжные курорты. Стамбул – это единственный город, расположенный сразу и в Европе, и в Азии. Гора Арарат, именно так, к вершине которой, согласно Веткову Завету, пристал Новый Ковчег в результате Великого Подопа, находится на востоке Турции и является самой высокой точкой страны. Высота горы составляет 5165 метров над уровнем моря. Крест, на котором был распят Иисус, находится в церкви Святого Георгия в Стамбуле. Самый популярный вид спорта в Турции – это футбол. Хотя Саваш говорил – волейбол. Истоки распространения кофе и тюльпанов в европейских странах – это Турция. Турки не часто отмечают день рождения. Современная молодежь более европейзирована и отмечает все свои дни рождения с размахами и подарками. А вот возрастное население порой даже не знает точную дату своего рождения. Турция – одна из самых спокойных в криминальном плане стран, преобладающих мусульманской религией. Общая протяженность турецких пляжей составляет около 8000 километров. В Турции производится 2 трети всего мирового производства лесных орехов. Поэтому за орехами все едем в Турцию. Чай и вода в турецких ресторанах подаются бесплатно в дополнение к основному заказу. Поэтому, когда пришел, тебе говорят, может быть, чай? Не заказывай, подожди, тебе его принесут бесплатно. Но это относится к ресторанам, не кафе. Да. Слова «Вени Видевичи» – «пришел, увидел, победил» произнесены именно в Турции Юлием Цезарем. Каждый год в Стамбуле проходит невероятно красивый фестиваль тюльпанов. Обычно это происходит в апреле. Два из семи современных чудес света находятся именно в Турции. Это мавзолей в Геликарнасе и храм Артемиды в Эфесе. Чатал-Хьюк – самое древнее поселение в мире эпохи неолита, построенное более 9000 лет назад. Археологические находки в котором датированы аж седьмым веком до нашей эры. Находится в Турции. Турция – это родина святого Николая Чудотворца, который является прообразом Санта-Клауса. Стамбул – столица трех империй – византийской, римской и османской. Ну и ты, наверное, не знал, что Стамбул – это не столица Турции. Город Троя расположен в Турции, раскопки которого даже можно посетить. И прямо перед входом можно увидеть макет троянского коня. В Турции имеется свое природное чудо – это хлопковый замок, расположенный на горе Памуккале в 60 километрах от города Денизли и охраняется ЮНЕСКО. Замок представляет собой белоснежные террасы из каскадов травертинов, наполненные теплой термальной водой. А ты знаешь, что турецкая порода кошек ВАН любит плавать и имеет разного цвета глаза? Конец. Подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь пальцы вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали это видео. Свои вопросы, замечания, комментарии, предложения, а также истории можешь отправлять в комментарии. А также у нас есть почта для анонимных вопросов, указанная под видео. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok